Состояние инфраструктуры Наринмарского морского порта и развитие авиации в труднодоступных субъектах оказались в центре внимания президента России при обсуждении транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года на заседании Президиума Государственного Совета, которое глава государства провел 19 октября в режиме видеоконференции. Транспортная стратегия подготовлена в соответствии с национальными целями и задачами развития России и призвана обеспечить максимальный учёт экономических интересов и ожиданий всех субъектов рынка транспортных услуг. Исходя из положений стратегии, регионы России при поддержке федерального правительства подготовят свои планы развития транспортного сектора с необходимыми финансовыми, организационными и прочими ресурсами. Что здесь важно? Регионы у нас разные, страна огромная, большая. Регионы отличаются по размеру территории, по численности населения, расстояниям между городами и другими населёнными пунктами, посёлками, деревнями, по своим экономическим, бюджетным возможностям. Отсюда и состояние уровня развития транспортной инфраструктуры заметно отличается. А нам важно именно повсеместно выходить на высокие стандарты в этой сфере. Здесь остановлюсь на вопросе, который имеет особое значение для отдалённых, труднодоступных территорий. Мы об этом часто говорим в последнее время. Речь идёт о развитии малой авиации. Мы затрагивали эту тему в сентябре на совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. И вновь хотел бы подчеркнуть, нужно расширять сеть внутрирегиональных авиационных маршрутов, модернизировать малый аэропорт, обновлять парк воздушных судов на этих рейсах. В целом, перелёты малой авиации должны стать более доступными для граждан. Участие в заседании Президиума Госсовета в режиме видеоконференцсвязи приняли главы Республик Коми и Саха-Якутия. Для этих субъектов, как и для нашего региона, развитие малой авиации чрезвычайно важно. На сегодняшний день авиационное сообщение является единственным возможным способом добраться в 184 труднодоступные населённые пункты республики, входящие в арктическую зону России, которые в периоды весеннего ледохода и осеннего ледостава не имеют альтернативного транспортного сообщения. В связи с этим хотелось бы заострить внимание на проблемах авиаперевозок и авиатранспорта в арктических регионах, в том числе в Республике Коми. Требования в части транспортной безопасности влекут значительные издержки субъектов транспортной отрасли. Учитывая техническое состояние наземной инфраструктуры и убыточность именно малодеятельных аэропортов для исполнения требований по транспортной безопасности, региональный авиаперевозчик на сегодня не имеет возможности для технического оснащения аэропортов средствами транспортной безопасности. В связи с этим предлагаю законодательно пересмотреть вопрос минимизации требований на воздушном транспорте, синхронизируя требования в области авиационной и транспортной безопасности. Это позволит исключить риск закрытия малодеятельных, но социально очень значимых аэропортов России и снизить расходы на их содержание. Ну и конечно же больная тема для всех северов это малая авиация. Коллеги по аэропортам уже сказали, здесь я хочу их поддержать и добавить. Всё-таки нам необходимо быстрее всё-таки вводить новые самолёты и класса Ан-2, и класса Ан-24, Владимир Владимирович. Вы ряд поручений давали, но я всё-таки смотрю, что в пятой части серийное производство этих самолётов пока у нас запаздывает, а самолёты, к сожалению, новее не становятся. На заседании президиума Госсовета обсудили все аспекты транспортной стратегии страны, призванные обеспечить социально-экономическое развитие Российской Федерации в целом и её субъектов в частности. Основными целями стратегии являются повышение пространственной связанности и территориальной доступности нашей территории, повышение мобильности населения, увеличение объёма и скорости транзита грузов и развитие мультимодальных логистических технологий, и, конечно, цифровая и нескруглиродная трансформация всей отрасли, ускоренное внедрение новых технологий. В завершении заседания, подводя итоги, Владимир Путин отдельно остановился на инфраструктурном обеспечении Северного морского пути. Теперь по поводу самой инфраструктуры. Вот, посмотрите, мы в течение длительного времени уже говорим и атомный флот развиваем. Для чего? Для использования Северного морского пути. Ну, замечательно, всё правильно делаем. Пограничники работают там, Миноборона выстраивает свою работу для того, чтобы обеспечить национальные интересы. А износ основных фондов там достигает 40%. В некоторые порты на Северном морском пути, например, на Рейнмар или порт Диксон, вообще лет 30 денег никто не вкладывал. Лет 30? А то и больше. Вот здесь у меня в справочке написано более 45 лет. Ну, как же так? Мы говорим об устройстве Северного морского пути. Я понимаю, там МЧС, мы денежки подбрасываем, чтобы они там обеспечили безопасность. А перегружать-то кто будет? Кто будет работать? В завершении заседания глава государства добавил, что с учётом мнения регионов, проект транспортной стратегии поступит в правительство. Он подчеркнул, с принятием стратегии должна незамедлительно начаться практическая работа, как на региональном уровне, так и на уровне федеральных министерств и ведомств. Не позднее первого квартала будущего года правительство должно подготовить детальный план реализации транспортной стратегии и сделать это в прямом диалоге с руководителями регионов и ведущих отраслевых компаний.